салат нежность за 10 минут рекомендую сделать и попробовать итак для приготовления этого салата нам потребуется два кисло-сладких яблока 2 куриных яйца 2 плавленых сырка луковица и майонез и так для начала мы нам необходимо лук замариновать и так разрезаем нарезаем небольшими колечками полуколечками добавляем сюда немножко сахара соли немножко уксусной кислоты перемешиваем и необходимо чтобы минут 15 он постоял промариновался он будет мягче и ароматнее вот так оставляем его на 15 минут затем нам нужно отделить белок от желтка потому что нам нужно будет белок внутрь салата а сверху мы будем украшать вареным желтком вот так плавленый сырок очищаем второй яблоки нужно очистить от кожуры так теперь очистивший яблоко мы натираем на крупной тёпке необычные ингредиенты в салат это маринованный лук и свежее яблоко очень дает интересный вкус салат легкий очень вкусный и необычный подойдет для любого праздника итак яблоки мы натерли на терочке теперь дело за плавленым сырком также его натираем на крупной тёрке предварительно сыр подержать лучше в холодильнику чтобы он немножко перемерз он так будет хорошо натираться именно сюда нужно необходимо сыр именно плавленый не голландский не голландский вот так мы натерли пока отставим перемешаем наш маринованный лук яблок майонез можно брать любой 30 процентный и 67 процентный это она любителя все хорошо у нас маринуется уже мягким становится так лучок уже промариновался и можно теперь начинать собирать салат и так берем любую салатницу какая у вас есть и на дно вылаживаем маринованный лук затем мы выкладываем идет слой тертого яблока затем мы выкладываем идет слой тертого яблока времени теперь выкладываем а выкладываем выкладываем вот так мы разложиваем это у нас второй слой будет яблоко затем идем идет третий слой это плавленый сырок разлаживаем легко его воздушно этот сыр у меня борщковый вот так мы легко его разлаживаем не придавливаем четвертый слой у нас будет яичные белки мы сейчас натрём натираем по всему салату на крупную терочку вот так вот так и крыло гдеproduция аккуратненько мы разглаживаем легонько и сверху мы заправляем майонезом майонез у нас идет сверху не слоями мы его смазываем только сверху а И украшаем мы натертым белком, желтком яйца. Ещё можно украсить его нарезанным зелёным луком. Это на любителя. Вот такой у нас получился салатик. Очень лёгкий, вкусный, недорогие ингредиенты. Поэтому я всем советую попробовать вот такой рецепт салата. Готовый салат нужно поставить часика на два в холодильник, чтобы он хорошо пропитался, охладился. И тогда можно его уже кушать, пробовать. Приятного аппетита! Продолжение следует...